Привет! Мне тут недавно написала моя знакомая из Черногории и рассказала, что они собираются скоро переезжать и спрашивала всяких советов на тему переездов. Я ей много чего рассказала, потому что мы сами не так давно, 3 года назад переезжали в этот дом, а 4 года назад мы переезжали из страны в страну. И еще я села и так примерненько посчитала, в скольки вообще домах я жила, и у меня получилось порядка 13-14-15, смотря как считать. Можно и считать, допустим, какое-нибудь двухмесячное проживание в каком-то доме полноценным проживанием, но с другой стороны, если ты перевозишь с собой все вещи, то, наверное, можно. И я поняла, что действительно в моей жизни было много всяких разных переездов, и, наверное, я готова поделиться некоторыми лайфхаками. Что-то будет, ну, вроде совершенно очевидное, но почему-то не все об этом думают, и я тоже не с первого раза к этому пришла. Что-то, может быть, будет более-менее уникальное. Я выписала себе 10 пунктов, 10 лайфхаков, и это то, чем я в том числе планирую пользоваться, то, что я буду практиковать, когда мы в не очень далеком будущем, я надеюсь, снова будем переезжать. Пункт первый — это расхламление до переезда. Переезд — это такая, знаете, мясорубка, через которую проходят и люди, и вещи, и я считаю, что гораздо разумнее все-таки навести порядок в старом доме и не тащить в новый дом какие-то старые ненужные вещи, вещи, которые потеряли актуальность, вещи, которые уже нефункциональны совсем, которые нельзя починить. Все, что может быть оставлено в старой жизни, да, в старом доме, лучше это сделать без, естественно, перекосов. Я не предлагаю, что типа, ой, все, у меня началась новая жизнь, я вообще все выбросила, что у меня было, и буду покупать все новое. Нет, естественно, те вещи, которые дорогие, те, которые отлично служат, их надо брать с собой и совершенно бессмысленно, наоборот, от них избавляться. Ну, то, что я за расхламление, в принципе, это и так понятно, но почему я говорю, что лучше это делать до того, как ты начинаешь собирать вещи, чем после того, как ты переедешь в новый дом? Несколько моментов. Первый момент, вполне возможно, что вы окажетесь в каком-нибудь таком месте, где утилизировать какие-то ненужные вещи будет гораздо сложнее. Пока ты в старом своем окружении, гораздо проще что-то раздать, спросить у друзей, когда ты переезжаешь в новое место, да, но особенно если это не просто там соседний подъезд или соседний дом, а переезжаешь в другой город или в другую страну, там вообще все может оказаться совершенно по-другому. Например, во многих европейских странах утилизация всяких разных сложных штук может стоить просто тупо денег. Поэтому если, допустим, вы думаете, ну ничего, я перевезу этот ламповый телевизор и потом просто вынесу его на помойку, ну это далеко не везде возможно. Возможно, действительно лучше как-то его пристроить бесплатно до этого в том месте, где вы сейчас находитесь. Второй момент, почему лучше до, чем после, ну мы просто заплатим дополнительных денег за этот переезд. То есть если мы будем перевозить вещи, которые заведомо не нужны, это дополнительный объем, это дополнительный вес, это дополнительная работа по запаковке, распаковке. Ну, по мне так совершенно очевидно, что все-таки все ненужное оставляем в старом месте, этично от этого избавляемся и с собой берем только то, что нужно. Второй момент, на котором мы сами погорели, это проверить, что вообще можно перевозить, а что нельзя. Особенно, если вы перевозите какой-то транспортной компанией, авиакомпанией и если вы предполагаете, что ваш груз может где-то попасть на таможню. Понятно, что это не касается, опять же, переезда в соседний район. Расскажу поучительную историю про нас. Мы когда переезжали из Черногории в Нидерланды, мы запаковывали наши вещи. Когда мы паковали кухню, у нас там было несколько бутылок спиртного, какая-то ракия неоткрытая, ракия это такая черногорская водка. И вот у нас там было, я не знаю, там 2-3 бутылки, наверное, этого спиртного. Мы благополучно его запаковали и вообще забыли. Через несколько месяцев, когда груз пришел в Нидерланды, нам нужно было заполнить таможенную декларацию. И мы вообще не боргнув глазом, честно, все заполнили. Ну да, там какие-то велосипеды, там одежда, детские игрушки, компьютеры. И единственное, на что нам пришлось платить таможенный сбор, это были те самые бутылки спиртного, потому что мы честно отметили, что да, там есть 2 или 3 бутылки спиртного. И при том, что бутылка ракия стоит, ну я не знаю, там 5-7, может евро, может дешевле даже, я уже не помню. Ну, в общем, точно до 10 евро мы заплатили чисто таможенный сбор за это порядка 85 евро, просто так вот на ровном месте, потому что мы не проверили, что можно ввозить, что можно не ввозить. Я думаю, что если бы мы не поставили там галочку, что эти бутылки есть, никто бы не проверил, потому что у нас был там целый контейнер, да, никто бы не заглядывал, есть ли они или нет. Но мы даже, как бы мы и не проверили, и не подумали, что надо ли это помечать. Но в целом мы все-таки за честность, и, наверное, даже если бы мы в какой-то момент поняли, что мы облажались при сборке, мы бы, наверное, все равно отметили и все равно бы заплатили этот налог. Но теперь мы ученые и будем сто раз читать всякие правила. Третий совет – это поколаться по помещениям. Вроде очевидно, но далеко не всегда это так. Люди начинают ходить и собирать из разных комнат разные вещи и думают, что потом они точно так же будут раскладываться. На самом деле, я бы советовала даже паковаться не по тем помещениям, которые есть сейчас, а по тем помещениям, которые будут, если вы уже знаете, как оно будет. Если, например, вы переезжаете из дома, где была одна детская, где жило трое детей, а в новом доме будет три детских комнаты, то лучше сразу паковать, что вот этот ящик, коробка, она пойдет в комнату дочки, а эта коробка пойдет в комнату старшего брата. В общем, я бы сконцентрировалась именно на этом. То есть кухня отдельно, ванна отдельно, мастер-спальня отдельно, мастер-ванна отдельно. То есть все подписывать обязательно, конечно, и паковаться по помещениям. Четвертый момент тоже из очевидных. Запаковать отдельно вещи первой необходимости. То есть что вы будете делать, когда переедете, чем вы будете пользоваться в первый вечер, в первое утро отдельно, положить зубную щетку, зубную пасту, расческу, смену нижнего белья. Не надо рассчитывать, что после того, как вы перевозите все свои вещи, вы совершенно спокойно и легко найдете, ой, а у меня там была где-то коробочка, где трусы лежат. Нет, скорее всего, вы ее не найдете и будете страдать. То есть запаковать отдельно, может быть, прямо в чемодан, даже не в какую-то коробку, а подготовиться, как будто вы в гостиницу куда-то едете, запаковать все, что нужно на первое время. Пятый совет – это все подписывать. Не надо, конечно, писать, что вот здесь у нас лежит 24 вилочки, а вот тут 27 ложечек. Это лишнее, но на каждой коробке должно быть название помещения, должно быть примерно что там. Подписывать хрупкое – это не хрупкое, тяжелое – не тяжелое. Это реально очень сильно поможет и в процессе переезда, и когда вы будете распаковываться. Кроме того, обязательно все считать, что, допустим, там в ванну должно быть 3 коробки, в мастер-спальню должно быть 8 коробок. Обязательно все вот это прописывать, сделать общий список того, что вы перевозите, потому что далеко не все помещается в коробки. Есть всякий неформатный груз, типа там велосипедов, самокатов, гитар, которые имеют обыкновение где-нибудь там в уголке спрятаться. И общее количество обязательно, конечно, должно сойтись. То есть сколько вынесли из старого места, столько и занесли в новое. Шестой момент, который мы активно практикуем последние несколько переездов – это переиспользование коробок. Это не значит, что мы 4 года назад последний, предпоследний раз переезжали, и с тех пор храним коробки, типа вдруг нам еще придется переезжать. Нет. Но когда у нас была возможность взять у кого-то коробки, мы их обязательно брали. Когда у нас была возможность после переезда, у нас освободилось огромное количество коробок, потому что мы предпоследний раз переезжали транспортной компанией, и транспортная компания говорила, нет, нет, никаких неформатных коробок, Мы все запакуем в свое, и после того, как мы переехали, у нас освободилось огромное количество этих коробок, и мы их тут раздавали, и я слежу за нашим чатом здесь местным, знаю, что эти коробки, ну, то есть я их лично отдала своей знакомой, моя знакомая потом еще отдала другим людям, которые тоже переезжали, и мне кажется, что это правильно, потому что, ну, если все идет по плану, да, и переезд аккуратный, то эти коробки могут быть использованы очень много раз. То, естественно, гораздо меньше вредит экологии, чем просто, ой, пойду-ка я в обе и куплю 48 коробок, а потом еще 52. К нашему следующему переезду мы готовимся заранее, мы сохраняем коробки, которые попадают в наш дом так или иначе, мы их делаем плоскими, да, ну, в общем, разрезаем там скотч или чем они заклеены, соединены, и ставим в неприметном месте. Все это, конечно, немножко досадно, я не очень люблю какие-то завалы упаковочных материалов, но все-таки это и экологично, и дешевле, и поскольку мы, да, переезжать будем своими силами, нам понадобится большое количество, наверное, коробок, и я хочу, чтобы мы не бегали их покупать, а использовали то, что уже есть. Седьмой момент – это использование органайзеров, которые уже есть. Если вы, как и я, любитель поскладывать что-нибудь в шкафчиках с разделителями, вертикальное хранение, вот это вот все, когда вещи там ровными рядами, то можно использовать те органайзеры, которые вы уже используете, то есть если у вас там вещи лежат в каких-нибудь коробочках, неважно, там это коробки из-под обуви, коробки языки или какие-нибудь другие, заказанные на Алиэкспрессе или в любом другом магазине, они отлично складываются просто в коробку, то есть ты берешь прям коробочку с носками, кладешь ее в большую коробку, рядом ставешь органайзера с футболками и так далее. И тогда переезд – это просто, ну, на самом деле, песня, ну, вернее, не сам переезд, а распаковка, потому что ты открываешь коробку, на которой написано, допустим, там, хозяйская спальня, а в ней хозяйская спальня, там, типа, мама или Вася или Петя, и открываешь ее, там у тебя уже органайзеры ровно в том виде, в котором они у тебя и были, и ты просто их ставишь на новые полочки, либо помещаешь в новые ящички, и так действительно экономится масса времени. Я сама почему-то несколько раз ловила себя на мысль, что мне хотелось вот как бы все вещи достать, да, сложить их в коробке и рядом сложить органайзеры, ну, то есть, благо вот те, которые у меня, и из Икеи, они на молнии, и их можно делать плоскими, и мне казалось, что, ну, вот, сейчас я буду перевозить плоские органайзеры и отдельные вещи, но на самом деле, если у вас вещи уже лежат в органайзерах, то так их и надо перевозить, конечно. Отдельного упоминания стоят специальные коробки, в которые встроена штанга. У нас было несколько таких, когда мы переезжали, и я их первый раз увидела, как раз когда мы переезжали транспортной компанией, до этого я с этим не сталкивалась, и если бы я знала, господи, насколько проще были бы мои предыдущие переезды. То есть, это просто картонная коробка, внутри которой есть штанга, я уж не помню, какая она там была, металлическая или пластиковая, но ты открываешь шкаф и прямо вешалки или плечики, кстати, правильно, как вы говорите, вешалки или плечики, в общем, берешь вещи свои на этих вешалочках и прямо в коробку аккуратненько складываешь. Разбирать это тоже просто. Открываешь коробку и в шкаф все перевешиваешь, все получается ровно так же, как было до этого. Можно даже порядок сохранить. Девятый момент про спокойствие и отсутствие ажиотажа во время переезда. Очень часто, поскольку много неизвестного, ты не понимаешь, что будет, чего не будет, что ты сможешь найти, что ты сможешь быстро распаковать, и в итоге очень много всяких покупок получается неразумных, скажем так, действительно суперстихийных, когда ты что-то либо не можешь найти, либо тебе кажется, что вот я перееду, и мне это обязательно срочно понадобится. И, к сожалению, мне кажется, что я вот такой, знаете, прокачанный человек в переездах, я столько раз переезжала, более того, я такая вся за осознанное потребление. Тем не менее, сейчас, когда на горизонте у меня появился переезд, я сразу, у меня начал мозг генерировать кучу всяких идей, которые я тут немедленно начала заносить в списки, что надо купить, к чему надо подготовиться. Но, если вы переезжаете не на Северный полюс, все есть везде, крайне редко нужно что-то, что вот прям кровь из носу немедленно вы не положь. Ну, не нужны шторы в первый же день заезда, ну, не нужны какие-то там специальные мега, не знаю, там тряпочки в первый же день заезда. Все можно купить постепенно. Более того, когда начинают, знаете, вот заранее покупать, не знаю, там вазочки, какие-нибудь графинчики, какие-нибудь новые магнитики на холодильник. Но это вот, ну, совершенно точно не горит и совершенно точно не нужно ни в процессе переезда, ни сразу после. Я для себя, наоборот, я себя очень успокаиваю сейчас, я себя останавливаю и говорю, что вот переедешь, поживешь месяцок, может другой, может третий, и тогда только надо уже начинать думать, там, а стоит ли здесь постелить ковер, нужен ли, допустим, дополнительный, там, не знаю, дозатор мыла, а стоит ли поменять коврик при двери, перед дверью, потому что вот тот, который остался, вот, не знаю, там, предыдущих жильцов, да, или предыдущих владельцев, он какой-то не такой. Очень долго, на самом деле, можно жить с минимумом вещей. Я не призываю, как бы, что уйти, там, в полный аскетизм и действительно, там, полгода ничего не доставать, ничего не покупать. Конечно, это бред, не надо так делать, но не надо действительно совершать какие-то излишние импульсивные покупки, именно потому что, ага, боже мой, я переезжаю, у меня новая жизнь, мне нужно все новое, или мне нужно все другое, чем было раньше. Ну, и последний пункт, по моему, в списке, это транспортные компании. Возможно, большинство людей уже знают, что такое есть, но для меня это не так давно этот мир открылся, ну, может, там, не знаю, лет 6-7 назад, что существуют компании, которые помогают переезжать. То есть, есть компании, которые полностью делают переезд, то есть, ты платишь много денег, но они приходят, они привозят всю упаковочную, там, упаковочную бумагу, коробки, такие коробки-сякие, они все подпишут, все посчитают, все запакуют, и после того, как вы приедете на новое место, их, соответственно, коллеги из другого города, страны, они помогут, ну, не помогут, они просто могут все полностью распаковать. Какой мой личный опыт с транспортными компаниями? Поскольку нам транспортную компанию оплачивал работодатель, когда мы переезжали из страны в страну, мы пользовались этой услугой, у нас был, нам был оплачен огромный контейнер, и мы забрали с собой, ну, просто, ну, в общем, все, что мы хотели, мы все забрали, то есть, мы перевозили в том числе мебель, не было смысла брать, там, очень мало, да, и это бы лежало в углу контейнера, который все равно оплачен. Плюсы такого решения, наверное, очевидны, тебе надо не так много делать, но рассчитывать, что вот ты просто ушел на работу, а кто-то пришел и все пособирал, ну, наверное, можно, но тогда у вас не будет шанса собрать вот этот вот, да, тревожный чемоданчик, с которым, собственно, вы приедете в новое место, там, с зубной пастой, зубной щеткой, и сменой нижнего белья, и велика вероятность, что вам запакуют то, что вы, на самом деле, хотели оставить, то есть, все равно, как-то руководить этим процессом надо, надо говорить, что там, вот этот шкаф загружаем полностью, а вот здесь, пожалуйста, оставьте две полки, а вот отсюда, пожалуйста, не забирайте матрас, потому что этот матрас, не знаю, там, мои соседки, подруги, или это вообще арендная квартира, и матрас должен остаться. В общем, контролировать надо все, у нас там, когда мы собирались, у нас чуть было хозяйскую, мы жили в Черногории в арендной квартире, у нас там чуть было не унесли хозяйскую стиральную машину, в общем, это, правда, было очень так, они работают очень быстро, очень четко, но их надо контролировать, потому что что-нибудь не то увезут, что-нибудь не то запакуют. Что касается распаковки, это вообще отдельная тема, я для себя не могу представить, что какие-то, не знаю, там, 3-4-5 бодрых мужчин или женщин придут в новый дом пустой и начнут раскладывать там вещи, которые они, собственно, выгрузят, да, принесут в дом или квартиру и будут раскладывать. Мне очень важно самой все-таки разложить вещи, я, наверное, человек-контроль, и я хочу знать, где что лежит, я хочу все сама распланировать, сама организовать. Это даже не там какие-то мысли о том, что ой, а вдруг они там чего-нибудь утащат, потому что вот у них доступ ко всем моим вещам. Но про это, кстати, тоже надо отдельно подумать, ну, то есть если есть вещи, которые вам там супердороги, да, какие-то, может, драгоценности или какие-то там семейные реликвии, это лучше, наверное, тоже вести отдельно с собой, а не отправлять с коробками, с какими-нибудь грузчиками, потому что, ну, мало ли что, если что-то прям действительно суперважное и не может быть восполнено, лучше за этим все равно следить. Ну, то есть доверяй, но проверяй. У нас не было никаких проблем, скажу сразу, то есть у нас ничего не пропало, у нас было много вещей, как я говорила, там, в том числе мебель, такие крупные вещи. У нас транспортной компанией ехал Аймак, например, в оригинальной коробке, в общем, на нем прям большим буквами было написано Аймак, как бы, и нет, у нас ничего не пропало, никаких проблем не было, ничего не повредилось, запаковывали все очень качественно, возможно, даже излишне. Итого, я могу сказать, что именно собрать вещи, наверное, транспортная компания, это хорошо и классно, и они все разумно запаковывают, разумно подписывают, считают, контролируют, но на разбор вещи я, например, когда они приехали, я сказала, ну, ребят, вы как бы все занесите, конечно, в дом, но разбирать мы будем сами, и так и было, причем, ну, в нашем случае это было еще более чем оправданно, потому что мы, когда транспортная компания переезжали, мы в итоге заехали в дом, в котором была мебель, в котором там было все на кухне, то есть это были такие апартаменты меблированные, и в итоге у нас часть вещей стояла целый год в коробках, потому что она ожидала того момента, когда мы купим уже свой дом и переедем в пустой дом, где нам понадобятся все наши вещи. Такая вот история, такие лайфхаки, такие советы. Надеюсь, мне самой они в обозримом будущем пригодятся, надеюсь, у нас все получится с домом, с покупкой нового дома. А на этом все. Пока-пока, до новых видео.